Привет, ребята! Сегодня я хочу ответить на вопросы, которые вы мне задавали на моем инстаграме. Если вы еще не делаете меня follow, то я оставлю ссылку внизу. На самом деле вопросов было очень-очень много, поэтому из следующих вопрос-ответ видео или ask-ru я постараюсь ответить на остальные. И давайте начнем. Будет ли фан-встреча в Вакуу? Вопросов на этот счет очень много, очень много мне про это пишут. Да, ребята, будет просто не скоро, мне надо это все как-то организовать, выбрать место, время и так далее. Я вам дам знать, как только я все решу, и это опять-таки я объявлю или у себя в ВКонтакте, или на инстаграм. Следующий вопрос. Долго ли ты пробудешь в Ваку? Да, я пробуду тут довольно-таки долго, до февраля, и это потому, что я решила переехать из Турции в Америку. Хотела перевестись в университет сразу на свой же третий курс, но не получилось, поскольку у меня не было нужных уроков, чтобы перевестись в американский университет. Нужно, чтобы ты в школе изучал определенные уроки, как, например, critical thinking, и еще там некоторые были. И я эти уроки не брала, их преподают только в американских школах или в школах с американской системой образования. Короче говоря, да, из-за этого меня не приняли. Но дело в том, что я такой человек, я просто не умею сдаваться, я упертый баран, потому что я овен, наверное. Поэтому я решила перевестись в колледж. Дело в том, что в колледже я смогу взять эти уроки, вроде critical thinking, и потом я смогу поступить уже в университет. И это займет очень много времени, то есть если я должна была закончить университет через два года, у меня учеба продлится еще на несколько лет, я не знаю, насколько точно. Но я особо не жалею, поскольку мне все равно нужна будет в будущем причина статус Америки, и образование это как раз одна из лучших. С нетерпением буду ждать февраля, когда я наконец буду в Лос-Анджелесе, это просто моя мечта сбудется. Я знаю после этого видео, о чем будет много вопросов, типа, а как именно туда поступить, а сколько стоит университет, а что надо сдавать? Я бы хотела и могла бы вам ответить на эти вопросы, но это будет очень затянутое видео ни о чем, поскольку всю эту информацию можно найти в сети, тот, кто хочет, он найдет. А если кто-то слишком ленивый, чтобы найти, то извините меня, то вам делать нечего в Лос-Анджелесе, потому что там люди готовы друг друга убить ради того, чтобы достичь своей цели. Я не хочу как-то звучать как стерва или что-то в этом роде, я просто реально знаю, что это так, потому что я сама была в вашей тарелке, сама искала эти ответы, смотрела на посторонних в ожидании чуда, что мне кто-то поможет, но никто вам не поможет, и если вы сами не возьмете за свою цель, как дикое животное на охоте, то она просто убежит, и вы останетесь ни с чем. Расскажи про своего парня, как познакомились, например. Очень много вопросов про моего парня, и я постараюсь ответить на те из них, которые считаю адекватными, поскольку некоторые из них очень личные. Короче говоря, мы познакомились еще в школе, мы вместе учились, когда в 11 классе, да, недолгое время, кстати. Честно говоря, я его особо не замечала, он был очень скрытным, тихим, как привидение. Мы не дружили тогда. Потом, когда я уже перевелась обратно в свою прежнюю школу, мы начали общаться из-за такого сайта, как Аскафэм, и, короче, за счет этого Аскафэм мы узнали, что у нас есть такой общий интерес, как игрок из столов, и я знаю, вы сейчас скажете, каждый второй любит игрок из столов, но на тот момент в Баку мало кто ее смотрел, и за счет этого мы начали как-то общаться, можно сказать, но и то, знаете, как очень редко. Наконец, когда я переехала в Турцию, уже вот как бы первый год у меня там был, и он заканчивался, летом мы вдруг начали общаться очень часто, я не знаю, почему и как, просто мы стали общаться буквально каждый день, и из-за этого я очень к нему привыкла, поэтому где-то в марте этого года мы наконец начали встречаться, как-то так. Я реально этого не ожидала, это был очень такой странный поворот событий. В принципе, раньше у меня никогда не было таких отношений прям, было что-то такое детское, типа переписки по WhatsApp, и это считается отношением у нас. Этот, можно сказать, мой первый такой прям парень-парень. Еще там был вопрос про любимого русского блогера, и на самом деле я говорила уже раньше, я YouTube реально не успеваю смотреть, у меня нет на это времени, но из всех русских блогеров я должна выделить Мари Уэй, потому что она реально очень женственная, милая, красивая, и поскольку видео не выходят очень редко, я успеваю их посмотреть. Еще мне нравятся очень начинающие видеоблогеры, многие из них снимают видео гораздо качественнее и круче, чем те, которые давно уже снимают. Но знаете, какие блогеры меня реально бесят, которые чисто снимают ради славы, вечно у них какие-то громкие названия, которые не соответствуют тому, что на видео. Я не знаю, как люди на это ведутся, но меня это просто раздражает. С какого возраста ты начала думать о видео и о YouTube, когда сняла первое видео? Помнишь, о чем оно было? Я помню, как-то раз на уроке я решила зарисовать свои мечты. И, короче, я составила себе bucket list. Это типа вещи, которые я должна сделать до того, как умрусная, на русском звучит как-то не очень. И там было, например, завести себе кота, переехать жить одной и еще много всего. И, конечно, нужно было начать вести канал на YouTube. И как раз в тот момент сидела со мной рядом Анна. Она у меня была во влогах из Америки, если вы помните. Когда мы с ней увиделись через несколько лет в Америке опять, она мне напомнила, что вот помнишь, ты когда-то мечтала об этом, обо всем, вот теперь у тебя все это начинает сбываться. Это так классно. И реально это так, это очень классно. И мое первое видео было 50 фактов обо мне. Я думаю, не самое лучшее решение, потому что кто ты девочка? И почему люди должны хотеть услышать 50 фактов о тебе? Ну, короче говоря, какая разница? Главное, что тем не менее, те, кто посмотрел, подписался, не отписался. И спасибо огромное тем, кто со мной с самого начала. Тебе нравится Баку? Если да, то чем? На самом деле, я должна признаться, когда я была маленькой, я считала, что Баку это скучное место, и мне прям не терпелось оттуда уехать. Но сейчас, когда я возрастела, я понимаю, что главное нигде, а с кем. И тут все мои близкие, друзья и родственники, и мне тут очень весело, потому что я провожу время с ними, я просто не замечаю, как время прилетает. Я знаю, что когда я буду уезжать, мне будет очень грустно. И, конечно, для меня было бы проще остаться тут, остаться в зоне своего комфорта, но я понимаю, что если ты чего-то хочешь реально достичь в жизни и не жалеть ни о чем, ты должен двигаться, идти над своими мечтами. Звучу как какой-то философ, но реально это то, как я считаю, то, как я думаю. Была ли у тебя мечта, которая еще не сбылась? Расскажи о ней. Моя мама мне часто, кстати, делает замечание, что чуть что, я на каждом видео говорю, что, о боже, моя мечта сбылась. И на самом деле это так. Я не считаю, что мечта должна быть одна. У меня, например, мечт, скажем так, очень много. И это хорошо, потому что как только сбывается одна маленькая, ты уже чувствуешь себя более счастливым и чувствуешь, как будто ты чего-то добился. Но при этом у тебя остается еще много других, и это тебя мотивирует по жизни. Поэтому, да, у меня есть мечты, которые сбылись, и есть также мечты, которые еще не сбылись. Но я надеюсь, что когда-нибудь сбудется. Что делать, если не хватает общения, не хватает новых знакомств? А еще я не могу самовыразиться, мне хочется писать что-то кому-то, рассказывать что-то, но просто не знаю как. В этом случае я посоветовала завести себе письменный блог. Это очень интересно, на самом деле, вести его. Поэтому, если бы у меня было побольше времени, я бы сама этим занялась бы. Во-первых, ты не только самовыражаешься и рассказываешь обо всем, о чем хочешь. Но и, во-вторых, кто-то определенно будет читать этот блог, особенно если ты его ведешь хорошо. Ты найдешь среди них себе друзей и так далее. Я раньше лично в это не верила. Я не верила в то, что можно встретить друзей в социальных сетях. У меня лично не было ни одного. Но после того, как я начала встречать много интересных людей, как, например, Дарью, я реально поменяла свое мнение. Мне кажется, все-таки это возможно. Особенно классно то, что вас объединяет что-то, какой-то общий интерес. И вы можете не только чисто проводить весело время, но и работать над чем-то, создавать что-то. Это очень классно. Что тебя вдохновляет на создание фэшн-образов? У тебя собственный стиль или ты больше следуешь моде, нежели собственного вкусу? Писали люди, что, типа, ты гонишься за модой, но это определенно не так. На самом деле, у меня есть свой стиль, и я всегда доверяю ему. Прежде чем купить какую-то вещь, я не хожу и не смотрю, модно ли она или нет. Я даже не читаю всякие статьи о том, что будет модно. Хотя, наверное, стоило бы. Короче говоря, я как-то моду чувствую, я знаю, это звучит странно. Я просто заранее знаю, что что-то будет модно, а иногда просто покупаю, потому что мне нравится, и бум, оказывается, это модно и актуально. И, конечно, я понимаю, что не всем понравится, потому что люди все разные, у всех разный стиль, разный вкус, и это абсолютно нормально. И поэтому, если я говорю, что что-то модное, я основываюсь только на своем вкусе. Руслана расскажет одну самую страшную и незабываемую историю с детства. На самом деле, таких у меня, в принципе, не очень много, но я вам уже рассказывала об одной, точнее, не рассказывала, а упоминала в своих 50 фактов обо мне. И я думала даже отдельное видео снять, типа Storytime, но это бы получилось очень короткое видео, поэтому расскажу сейчас как раз. Ну, говоря, в детстве мы очень любили гулять в дворе с друзьями, и у меня было очень много там друзей, вы уже видели этот двор, я вам показывала в одном из своих влогов. В один такой день мы с моей подругой, ей на тот момент было где-то 10, а мне 6, решили прогуляться и пойти в гости к своему общему другу, и он как раз жил в двух шагах от нас. И, короче, подходим мы к его двери, а там сидит какой-то бомж на пороге, и этот бомж мне говорит, давай поиграем в игру, которая называется Mess Mess. Я даже не знаю, что это название значит. И он мне показывает такой коричневый мешок, я пока сейчас помню, и говорит, ты залезай туда, а я тебя потом буду искать. И я гениальный ребенок, просто решила, что это очень классная идея, видите ли, в мешке так много места, целая страна чудес, в которые я смогу спрятаться. И я уже была готова согласиться, но, к счастью, моя подруга оказалась умнее меня, она меня отвела в сторонку, сказала, что он собирается нас украсть. Она подошла к нему и сказала, что мы сейчас пойдем выпьем воды и вернемся. Он тоже оказался недалеким человеком, поверил в это, мы убежали, и после этого этого бомжа там никто не видел. Блин, ребята, там вдалеке такой пожар начался, офигеть просто. Руслана, твой парень тебе родственник? Как вы с друзьями проводите время? Ну, очень часто мы любим собраться просто в кафе, поболтать, а еще мы идем играть в монополию, и это очень весело. Честно, у меня появилась новая теория, друг познается в монополии. Если вы хотите увидеть истинное лицо своих друзей, то играйте с ними в монополию. Будет ли видео на канале с вашим молодым человеком? Скорее, нечем, да, потому что он у меня не любит полученное внимание к своей личности, он вообще такой скрытный человек. И я не думаю, что он когда-нибудь согласится. Возможно, он проникнет, взят у меня во влогах, но чтобы вот прям видео вместе с ним, то он скорее пошлет меня к чему-то. Такой уж он человек, и таким он мне нравится, так что я не стараюсь его изменить и сказать, Нет, знаешь, ради меня ты должен. Нет, нет, я к этому отношусь проще, типа, если не хочешь, то окей. Ты когда-нибудь была в Чечне? Нет, но у меня была одноклассница, т.е. подруга из Чечни. Я помню, что в детстве очень часто на днях рождения проводились конкурсы красоты, и надо было объявить из какой-то страны. Все мои подруги выбирали и говорили, типа, я мисс Америка, там, я мисс Франция. И что, думаете, говорила я? Я мисс Чечня была. И она уже на тот момент не училась с нами, из-за того, что я по ней скучала, я, типа, в честь нее... Я бы хотела стать моделью, что это в моделинге в целом привлекает. Раньше у меня была такая мечта, но это было по неправильным причинам. Я хотела стать моделью не потому, что хотела там сниматься на обложках журнала или что-то еще в этом роде, а только потому, что модели бесплатно отправляют путешествовать по миру, и это меня... Сейчас, если честно, у меня такое желание напрочь пропало, поскольку я поняла, что всего этого я могу добиться и от блогинга, потому что блогеров тоже бесплатно отправляют отдыхать в отеле и так далее, потому что они могут рекламировать отели, тем самым принести им больше посетителей. Руслана, стремишься, чтобы у тебя на канале было миллион подписчиков? Конечно, было бы круто, если было миллион. Но, знаете, мне не важно, сколько подписчиков, не важно, сколько из них действительно воспринимает меня, не как просто, там, говорящую картинку, окей, включил видео, поразвлекался и выключил, а вот именно как человека, как личность, как, можно сказать, даже в некой степени своего друга или знакомого, вот это для меня важнее гораздо. Кстати, у меня есть и к вам вопрос, как именно вы наткнулись на мой канал, откуда вы его нашли, и что заставило вас остаться? Если вам неохота расписывать все это, то просто коротко дайте мне знать, потому что мне реально очень интересно. И на этом все, спасибо вам огромное за просмотр.